По состоянию на 1 мая между банком и местными исполнительными органами подписано 87 по объектных соглашения на строительство 133 жилых домов, общей площадью 654 тысячи квадратных метров. На строящиеся 10 тысяч 254 квартиры поступило около 20 тысяч заявлений. Наибольший спрос наблюдается на жильё в городах Астана в три раза, в Алматы в два раза. Также можно отметить высокий спрос на жильё в городах Актубе, Караганда и Уральск. К 1 мая 2013 года из 133 строящихся домов ожидалось совершение строительства и сдачи в эксплуатацию 83 жилых домов, общей площадью 344 тысячи квадратных метров. Фактически введено 49 жилых домов, общей площадью 255 тысяч квадратных метров или всего 74% от предусмотренных договорами площади. На слайде 3 приведена информация о соблюдении сроков строительства в разрезе регионов. Так, в соответствии с условиями соглашения о строительстве, до конца июня 2012 года не сданы в эксплуатацию 9 домов на 400 квартир в Мангисталской области. До конца сентября 2012 года не сданы в эксплуатацию 1 дом на 50 квартир в Казлардинской области. До конца декабря 2012 года не были сданы в эксплуатацию 2 дома на 60 квартир в Акмолинской, 1 дом на 50 квартир в Алматинской, 3 дома на 160 квартир в Восточно-Казахстанской, 7 домов на 392 квартиры в Карагандинской и 7 домов на 376 квартир в Южно-Казахстанской области. Хотелось бы отметить, что продолжает иметь место факты приемки построенных домов без участия представителей банка, иногда, к сожалению, даже задним числом Обязательное включение представителей банка говорено во всех подписанных с местными органами соглашениях о сотрудничестве Также в протоколе совещания 27 июля прошлого года у первого заместителя премьер-министра записано об обязательном включении представителей банка в списке состав приемочной комиссии Тем не менее, местные исполнительные органы по-прежнему избегают включения представителей банка в состав приемочной комиссии Так и 49 объектов, сданных в эксплуатацию на 1 мая 2013 года, представители банка были включены в состав только по 20 объектам По направлению строительства жилья для молодых семей подписаны на сегодняшний день соглашение о строительстве 32 жилых домов общей площадью 104 тысячи квадратных метров На слайде 5 приведена информация в разрезе регионов Соглашение подписано на сегодняшний день пока с акиматами семи областей Филиалы банка Ватраусской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кастанайской области приступили к работе по проверке платежеспособности участников программы По другим регионам пока соглашения не подписаны, с отдельными идет работа по согласованию проектно-сметной документации По направлению жилья для молодых семей хотелось бы отметить такой проблемный вопрос, как неутверждение до сегодняшнего дня акиматами правил реализации данного направления программы Хотя 16 января текущего года через АДС ЖКХ был направлен в акиматы проект соответствующих правил На сегодняшний день утверждены правила только в Актюбинской области В значительно измененные от первоначального проектного варианта утверждено в Акмолинской и Павлодарской области В других регионах данные правила не утверждены И соответственно население региона не знает, как эта программа реализуется, куда им нужно идти, каким образом все происходит Кроме того, не по всем регионам утверждены размеры арендного платежа по направлению строительства жилья для всех категорий населения Что мешает банку проводить работу по оценке платежеспособности участников программы В этой связи хотелось бы просить по данным вопросам, чтобы были даны конкретные поручения акиматам Для того, чтобы была успешная реализация нашего направления программы Спасибо за внимание Спасибо за внимание